Отсутствие тротуаров и площадок для выгула собак, плохое качество дорог и вопросы организации дорожного движения. Все это и многое другое волнует люберчан. Накануне с ними встретился Владимир Ружицкий. Мероприятие состоялось в 10-й школе. Все подробности у Анны Троян. Ямы это плохая характеристика. Желательно не должно быть ям. Это только мы об этом говорим о ямах. Мы будем стремиться, чтобы ям не было. И стоит задача за май месяц максимально ямочный ремонт в городском округе завершить. Объем работ по ямочному ремонту в 2018 масштабный. Только за первые 4 месяца года дорожникам удалось сделать 2500 выбоин. С такой информацией встречу с жителями начал Владимир Ружицкий. Также глава отметил, что в 2018 в округе предстоит обустроить более 4000 парковочных мест. И как оказалось, именно дороги волнуют люберчан больше всего. У нас улица Зеленая. И между Ново и Парково у нас дорога не сделана совершенно. Мы живем там 10 лет. И я так полагаю, что ее и до этого ни разу не делали. Улица Парковая тоже у нас в ремонте в этом году. А вот тот перешеек, мы попробуем его, то, что вы говорите, мы его посмотрим. Мы его хотим сделать собственными силами, как там у нас получится по программе. Мы попробуем его сделать. Но, во всяком случае, там тоже будет ремонт. Не менее важная тема для жителей Люберец – площадки для выгула собак. Ее в этот вечер затрагивали неоднократно. Горожанам негде проводить время с питомцами, а многие и вовсе за ними не убирают. Проблема выгула собак в Люберцах существует по той лишь одной причине, что где-то организовать места для выгула собак в Люберцах крайне сложно. Все предельно застроено. Тем не менее, такие команды даны. Будем заниматься вместе с вами. Если вы видите, есть место, подходите, пишите. Я сегодня в социальных сетях присутствую, есть почта. Кроме того, на встрече жители поселка Калинино пожаловались на отсутствие печатных киосков. Как выяснилось, они начнут свою работу в течение ближайших двух месяцев. Также люберчане взволнованы отсутствием тротуаров во многих частях микрорайона и организации дорожного движения на улице Кирова. А те, кто живут на Октябрьском проспекте, отмечают большое количество фур на дороге. У нас даже есть постановление, что в дневное время суток фуры запрещено. Да, Эдов Семенович? Вот встань, скажи, какие у нас перспективы? Начинается строительство и выделены федеральные деньги на дорогу вокруг Октябрьского, поселка Октябрьского. Это уже снимет большое количество фур, которые сейчас идут напрямую. Что касается вот этих фур, которые сейчас есть, которые нарушают право дорожного движения, во-первых, с ГАИ плотно работаем по этому вопросу. Через месяца три, вот я сегодня был только, у нас весь Октябрьский проспект практически будет в видеофиксации. Однако на встрече в 10-й школе в адрес главы прозвучали и многочисленные слова благодарности. Жители поселка Калинина рады открытию новых детских садов и игровых площадок, спортивного стадиона. А самые активные люберчане даже выступили с интересными предложениями. У нас двор позволяет, очень зеленый, готовый у себя разместить такую небольшую мини-сцену и сами показывать фильмы, кино, чемпионат мира. Все вопросы и предложения, поступившие от жителей, занесли в протокол. В следующий раз руководство округа встретится с люберчанами 23 мая. В Красковском культурном центре. Анна Троян, Дмитрий Розянко и Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на ютубе и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.